Маленькие дети часто просят у родителей братика или сестричку, но далеко не всегда получают искомое по понятным причинам. С домашними питомцами ситуация еще хуже, они-то и попросить не могут. А пес по кличке Кросби и вовсе оказался в безвыходной ситуации, когда всего за полгода потерял лучших друзей из числа соседских животных. А вот что было дальше. Сначала старый соседский кот, а потом и маленький щенок отправились в звериный рай, и Кросби остался один одинешенек. Нет, конечно, у него были любимые хозяева, но они так много времени проводят на работе, а ему так скучно и грустно, что это было видно невооруженным взглядом. Заводить какого-нибудь хомяка или чего покрупнее, чтобы Кросби было с кем играть, они себе позволить не могли. И однажды, когда люди вернулись с работы, их ждал сюрприз. Пес настойчиво вел их к ванной. Совершенно незнакомый и малость ошарашенный котенок. Откуда ты здесь? Да, во входной двери есть ниша для собаки, но там слишком высокий порог, чтобы такая мелюзга могла случайно пробраться в дом. Да и верный Кросби не пустил бы чужака просто так. А ну, признавайся, это же ты его сюда привел, да? И что с этим делать? Для проформы котенка сначала отвезли к ветеринару, который установил, что животное в целом здоровое, но микрочипа у него нет, и откуда взялся котенок, неизвестно. На совсем уличного не похож, но и ухоженным тоже не выглядит. В местном приюте для животных прямо заявили, все клетки переполнены, так что если сдадите блохастика, мы вынуждены будем его усыпить без лишних разговоров. И котенок вернулся домой, а Кросби будто только этого и ждал. Поразмыслив, хозяева решили, что все складывается слишком удивительно хорошо, чтобы искушать судьбу. Не так важно, откуда этот котенок, но в жизни Кросби он появился явно неспроста, и пес буквально расцвел на глазах, теперь он не одинок. Усатую полосатую назвали Рейной и поселили в старой коробке. Будем жить вместе.